ребятушки всем привет сегодня для вас на нашем канале очередная новинка китайского автопрома фав бестерных 40 прошу любите жаловать что такое фав бестерн x40 это ребята вот такой вот новенький компакт кроссовер который пришел на наш рынок однозначно составлять конкуренцию известный hyundai крэйти из китайского бренда я вам скажу chingans s35 скорее всего вы все знаете jack s3 только у фава ребята я вам скажу есть одна четкая цель они конкретно хотят взять весь рынок под себя потому что они считают что вот эта машина лучше чем остальные которые я перечислял давайте попробуем узнать все-таки в чем она лучше и чем она может тронуть наши сердца больше чем то самое хендай крэта почему я начал говорить про дизайн потому что тут дизайн идет конкретный плагиат с mazda cx2 ребята если посмотреть детально решеточка вот эти полоски которые идут в решетке добавили chrome mazda cx2 фары даже одинаковые я думаю они стали бы подходить сюда от mazda только на фаве дешевле по идее должны быть отличается бампер и вот это дизайнерское решение капота продолжение точнее от решетки эти полоски на капот которые идут дальше смотрится на самом деле очень круто и дорого посмотрим сбоку машины потому что очень классно большие зеркала заднего вида за рулем они очень хорошо помогают информативность сто процентов видим повторители поворотников на зеркалах опять же везде сбоку идет chrome вокруг машины как у всех кроссоверах идет черный не покрашенный пластик который выполняет защитную функцию и что мне лично очень сильно нравится так это литые диски двойного окраса идет черный глянец и вот такие серебристые контовки сверху бомба смотрится опять же из плюсов фава то что тормоза тут все у нас вокруг идут дисковый в любой комплектации которую вы бы не покупали тут диски нету никаких барабанов ребята самое классное что есть файве что мне очень сильно нравится так это посадка за рулем сделано как будто идеально под мой рост подобрали руль карточку дверей потому что очень удобно например располагается вот так вот рука подлокотник очень классно удобно хоть он и не выдвигается и ручка коробки очень удобно установлен по поводу того как он держит дорогу достаточно уверенно то есть ну из пяти баллов я бы наверное поставил все пять для такого класса автомобиля дорогу держит он отлично средний расход такой размере на езды по моему больше ста не разгонялись показываешь 6 половиной литров представляете 6 половиной литров что это такое и прошу заметить фав ездит на 92 бензине то есть прописано в документах спокойно что октановое число не ниже 92 смотрим на крыше рейлинги рейлинги серебристого цвета но не такие рейлинги для вида ничего на них не поставишь потому что скорее всего отломится не пластиковые во первых вот так вот болтаются на сопляк держится на крыше очень прикольно то что стоит плавник плавник смотрится тоже намного круче и богаче сзади что мы видим очень красивые фары на задней крышке багажника дворник омывайка заднего стекла идет также chrome вокруг значка и chrome внизу такая полоска и смотрите как тут интересно сделали кнопку открывания багажника то есть сама крышка багажника это целый без каких-то извилин изгиб кнопку установили тут снизу а для того чтобы было удобно нажимать на эту кнопку смотрите какой прорез сделали в бампере то есть это пластик вот такой прикольный прорез сделали ниже под вот этим прорезом у нас стоит камера установлена камера заднего вида скорее всего почему ее сюда поставили прям рядом с гос номером потому что вот эта вот часть по идее аэродинамикой сделано так для того чтобы не пачкалась та самая камера заднего вида и она всегда показывал нам ясную картину также комплектации лакшери люкс мы видим парктроники задние снизу идет серебристый цвет покрашен пластик смотрится классно вот смотрите обратите внимание вот в черном защитном пластике есть еще chrome добавили такую полоску имитация выхлопной трубы с двух сторон объем багажника составляет примерно 400 литров и что прикольно мы получаем сразу полочку заднюю независимо от комплектации во всех комплектациях она входит но то что меня смущает и жалко конечно то что полочка такая простая совсем если опять же сравнивать с чинганом то у чингана ребята стоит шторка дорогая качественная которая которая выполняет реальную функцию шторки они вот это полупластиковая пола непонятно из чего сделана крышка но окей идем дальше пол под файш полом понятное дело у нас тут запасное колесо запасное колесо у нас идет 16 радиусом туда катка маленькая тоненькая докатка тут даже на спущен над докаткой видим аварийный знак баллонный ключ домкрат минимальный комплект инструментов которым нужен и пару таких дополнительных органайзеров что не знаю что мелочь какую-то разложить что не мешал в основном багажник если нам кажется маленький багажник ребятушки что мы можем тут сделать легким движением руки убираемся лишние вещи заднего сиденья нажимаем не а хватаемся за фитиле чик тянем на себя и вот так вот складываем сиденья и вот таким вот образом мы можем увеличить свой багажник аж до 1000 литров что от реально радует в этой машине так то что соотношение цены качества вот мне лично кажется что покупая фау x40 за сумму в 950 тысяч рублей допустим тем более если у вас будет трейд-ин или вы будете оформлять кредит есть дополнительные скидки то есть совокупности можно собрать скидку в районе 130 тысяч рублей представьте если оформить кредит и сдать трейд-ин получается скидку 80 тысяч рублей 80 тысяч 950 минус 80 вы за 870 тысяч рублей можете купить себе вот такую автомобиль на механической коробке с мультимедийной системы с камеры заднего вида с бортовым компьютером с кнопкой запуска двигателя и с бесключевым доступом да блин да где такое видели раньше ребята нет ну если брать тот же ченган ценообразование них одинаково чем даже получается чуть дороже но там нету столько опций в целом переднее сиденье подрегулировано ровно под меня то есть рост у меня не маленький почти по два метра и спереди отодвинул практически на полностью назад но сделал так чтобы не было комфортно и удобно поэтому колени как видите не упираются ручка ровно как на с-классе закрывается обратите внимание отпускаем медленно-медленно доводчиком закрывается на обратно я бы наверное согласился поехать до крыма искупаться и приехать обратно на этой машине потому что на самом деле сзади места хватает вполне втроем тут сидеть конечно же нереально вдвоем будет очень комфортно и удобно салоне ребята водитель получает не только возможность управлять фавом x40 но и возможность помечтать о мазде о мазе cx2 потому что реально не говоря о том что она сверху очень сильно снаружи очень сильно похож на маза cx2 даже салон вот этот монитор первый раз я увидел на мазе 3 на новый мазе 3 фав кстати очень удачно взял скопировал и установил ее в свои салона на фаве x80 на новом фаве x80 тоже самое смотрится прикольно смотрится оригинально при переключении ручкой квп очень удобно будет управлять климатическим блоком тут он посмотрите расположен под наклоном и все кнопки очень такие доступные понятно куда что нужно тыкать новая система у фава вот это вот приложение easy contact при подключении через эту программу ребятушки кабелем usb то вся информация с телефона выводится на основной экран основной монитор дальше что реально самый прикольный в этом классе эта кнопка запуска двигателя вот она такая сделанная покрашена глянец вокруг стоит chrome очень прикольно кстати так вот она загорается когда заводим автомобиль и соответственно безключевой доступ который есть в этой машине это прикольная система которым я думаю со временем привыкаешь от них очень очень тяжело отказываться дальше на руле все достаточно понятно с этой стороны идет круиз-контроль левой стороны у нас управление звуком выключение звука полностью бортовой компьютер регулируется кнопкой на рычаге переключения кстати включение дворников и как интересно то есть кнопочки можно только переключать между шкалой температуры двигателя и уровень бензина в баке все вся информация но плюс ко всему расход показывается ниже и пробег на автомобиле которые есть китайцы наши забыли к сожалению установить датчик дождя но есть датчик света и ребята есть подогревы сидений теплые опции папочка будет теплее зимой поэтому не будем обращать внимание на то что нет датчика дождя с левой стороны от водителя есть кнопка отключения системы и спи и системы автостоп что такое система автостоп это на светофоре вы остановились одна нога на педали сцепления одна нога на педали тормоза держите тормоз машина глушится сама включаете первую передачу в момент когда вы отпускаете тормоз автомобиль заводится и вы можете спокойно дальше трогаться скажу вам честно в этой машине я не смогу ее включить и попробовать чтобы она сработала но по идее должна она работать так на крыше на крыше мы получаем люк что конечно же прикольно вот у всех одноклассников его взять как одноклассник сравнивали к рету сравнивали тенган c35 да в основном такие самые достойные им сказал конкуренты одноклассники для этой машины у них люка нету тот кто хочет иногда курить не открывая боковое стекло или смотреть на звезды ночью крыть этого не получится ребята понимаете поэтому надо брать пав я могу сказать одно ребят что фав однозначно своих денег стоит и опции которые сюда установлены они максимально все полезные нету такого чтобы была какая-то лишняя опция так что я ставлю жирный плюс за люк жирный плюс за мультимедийную систему жирный плюс за вот эту классную камеру заднего вида с пентаграммой которые на самом деле очень хорошо все показывает и видно и посмотрите обзор какой даже номера видно видите надпись mass motors тут стал бы я себе покупать такую машину вопрос который часто задают клиенты скажу честно наверное да купил бы себе потому что зная реальный рынок который есть до 1 миллиона рублей даже не до 1 миллиона дать реально до 900 тысяч рублей что можно купить новые в аналогичной комплектации с расходом топлива в районе 7 литров с таким клиренсом из компактных кроссоверов ничего не если мы не будем трогать рынок был понятное дело на вторичном рынке там куча предложений которые можно сравнивать и однозначно они будут лучше фава если строго брать по новым автомобилям то ребята однозначно фав самый крутой в этом сегменте который есть из минусов конечно минусы тоже есть это не золотая машина не самая хорошая но минусы они опять же тоже стандартные идут то есть мне не нравится то что фав до сих пор ставят такой дубовый пластик соответственно из-за такого пластика некачественно так сказать и шумка между там моторным осеком и салоном очень плохая все слышно сразу же в салоне не знаю как сейчас вроде нет никаких не скрипит не дребезжит ничего но со временем это все может быть проявляться и мы узнаем об этом только со временем когда увидим эти машины там спортом стоили даже 150 плюс фава в том что маленький компактный городской кроссовер но на нем ребята выезжать куда-то за город поехать в лес на шашлычки вы знаете проблем никаких не составит во первых потому что клиренс высокий 180 миллиметров это золотая середина которая позволяет поехать в лес на шашлыки на рыбалочку и прекрасно в городских условиях припарковать машину заехать куда-то на бордюрчик если она уменьшается и что самое главное девушки если вы хотите купить машину где хорошо ощущается габариты где как правило хотите чтобы было видно капот приезжайте смотрите фавык 40 тут я вам скажу кроме того что видно капот очень большие зеркала заднего вида которые будут вам помогать правильной парковки так скажем ну что ребята мы будем кататься на китайской мазде я вам скажу так фавык 40 это самая крутая машина в ценовом диапазоне до 900 тысяч рублей которые я видел поэтому ребята приходите смотрите изучайте покупайте эту машину катайтесь потому что вас она точно будет только радовать я с вами прощаюсь до новых встреч всем пока ждем вас по адресу город москва улица варшавское шоссе дом 132 а корпус 1 все подробности на нашем сайте 3w mass motors точка ру или по телефону 8 800 2000 ровно 132